Всем привет! Это ВУГИ подкаст на канале серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак и у нас сегодня в гостях Алексей Синтез и Дима Пак. В этом подкасте мы будем говорить о рекламе, я надеюсь, о рекламном продакшене, но все равно это что-то вокруг видео. Дима Пак у нас директор по маркетингу в Каспи и Алексей, у него собственный продакшен и ты режиссер, правильно? Да. Как примерно устроен вот этот рекламный рынок, то есть как формируется заказ на видео? Я просто, да, так как ты говоришь, как закастывать, поэтому я как заказчик начну на видео. Да, вот как заказчик. Есть определенные задачи у компаний, да, как все называют нас на рынке клиент, есть такое понятие, это может быть Каспи, Procter & Gamble, whatever, да? Да. И есть какие-то определенные коммуникационные задачи. Соответственно, обычно, ну, большие компании работают с рекламным агентством, то есть между продакшеном и клиентом есть еще такая... Сейчас, кстати, начинает меняться. Да, да, это об этом, мне кажется, стоит поговорить, да. Есть прослойка. Рекламное агентство, которое называется рекламное агентство, или как вы его там внутри называете, там, креативное агентство. Креативное агентство полного цикла, может быть. Да, окей, хорошо. То есть оно обслуживает вас и все ваши... Да, то есть идею, по сути, креативную, там, креативную стратегию, непосредственно тактику придумывают ребята с агентства. Затем уже готовый скрипт, готова идея, мы идем в продакшен студии, ну, обычно это тендер, ну, у нормальных компаний. Студии предлагают своих режиссеров, именно кто эту задачу, этот ролик именно может круче снять. Да. И то есть режиссер пишет обычно тритмент, то есть он, как он видит, то есть от режиссера очень много зависит, то есть можно взять один сценарий, два разных режиссера, абсолютно два практически будут разных ролика по настроению и по всему. Соответственно, ребята предлагают, студии предлагают режиссеров с тритментами, и затем мы смотрим, насколько классно трит, потом, понятно, бюджет и так далее. И вот мы вместе с агентством выбираем продакшен студию. Это мы говорим про идеальный мир. Да, это... Не, ну мы это говорим, как формируется большой бюджет. Нет, я сейчас говорю, ну, я говорю это, как у нас происходит, и как я работал в других компаниях крупных, у нас вот так. Но ты работал тоже же в таком рекламном агентстве. Да, я работал в рекламном агентстве GeForce, работал стратегом, но я тогда к продакшену отношения мало имел. Я больше занимался коммуникационной стратегией, маркетингом и так далее. То есть продакшену и самому там, типа, тактике, ну, назовем это тактика, когда уже ты начинаешь производить что-то, я тогда отношения к этому не имел. Я больше имел к идее, там, как бы, понимание рынка и так далее. По идее, условно, если так переводить, то сценарий, условно, пишет креативное агентство, да? Да, по-хорошему. Но не всегда. Есть еще другие варианты. Можно обратиться в рекламное агентство, они обратятся в продакшен, где, типа, есть сценарист крутой или режиссер, от которого хотят получить его видение, его сценарий. То есть агентство может написать какую-то конву или сам клиент говорит, типа, я примерно представляю себе так. Дальше все это отдается режиссеру и он там перерабатывает. Иногда так. Иногда это нужно отдать сценаристу. Вот. Иногда это креативный директор в рекламном агентстве. Ну, прикольно. Слушайте, ну, смотрите, вот то, что я сейчас уже услышал, с одной стороны, вот я как бы немножко со стороны, мы снимаем какие-то ролики, но это все на каком-то, ну, у нас сейчас больше какие-то социальные ролики, да? Вот. Ну, это для нас не такой прям большой фокус, но вот что я слышал с рекламного рынка? То есть до пандемии, до этого лет пять я слышу так, что, короче, нету денег на рынке, то есть либо ты снимаешь ролики для Инстаграма, либо крутые, большие, огромные ролики, но эти большие крутые ролики снимаются в условном Киеве, ну, оказывается, еще в Италии, там, и нету ничего такого среднего, там, ну, потому что, не знаю, экономика, с другой стороны, ты говоришь, появляется много продакшенов, появляется, ну, там, ну, вы там, кто в том числе появились, да, там, и так далее, то есть вот как вообще на самом деле? Что, что вот на рынке нет денег, ну, меньше, чем вчера, да, там, ну, это пять лет же не может продолжаться, тогда все должны уже. Ну, есть средние, заказы тоже снимают, всякие разные есть, честно, разные бюджеты абсолютно, в целом, да, может быть, там подупали, типа, вот, компании, которые, на которых мог повлиять этот кризис, ну, они там чуть-чуть подсократили бюджет, теперь там не 10 миллионов выделяют, а там 6 миллионов выделяют, но все равно снимают, и там, ну, не понимают, от чего им там приходится отказываться, и они там, может быть, делают не три ролика в месяц, а один, вот, и, ну, допустим, за 10 за те же, вот, к примеру, так. Рынок однозначно упал, Леш, ты же сколько, когда в рекламу пришел примерно? Лет уже, так, подожди, это лет 17 назад было. Хамко же, он же улетел уже не так давно. Блин, сколько тебе лет? Лет 10 назад Хамко улетел. Ну, он потом прилетал по своим делам, ну, типа, еще какое-то время работал. Я хотел просто сказать, что даже я не очень сильно хорошо эти времена помню, но, нет, я помню, кстати. Ну, смотри, Procter & Gamble, он здесь был, у них здесь был маркетинг и департамент, были бренд-менеджеры, и они снимали, еще было время, когда они снимали здесь ролики, потом перестали снимать, сейчас вообще нет департамент маркетинга, это большой рынок, Procter & Gamble. Они локальные снимали. Большой заказчик, да? Конечно, Danone, Danone раньше снимал местные рекламы, и мы, вот, когда работали в GeForce, мы снимали огромные компании для них, там, в год 10 роликов запускали, да, но он уже не снимает внутри, или снимает очень мелкие какие-то недорогие какие-то YouTube-проекты. То есть, очень многие бренды ушли, я не говорю про, там, long-term, short-term, да, 5 лет последний, я говорю о десятилетии. Вот, если взять сейчас последний, вот, мы реально в этом смысле просели. У нас, нам, Kissel, Kissel большой, по идее, должен был быть игрок, да? Но они последние 5-6 лет не понятны, что делают, ну, что снимают, какая у них стратегия коммуникационная. Не понятны, Beeline, он всегда, как бы, консистенции есть, да? Kissel что-то делал 5 лет назад, сейчас вообще много лет ничего не делают, абсолютно. Непонятно, что они коммуницируют, как они, какой имидж у них, вообще непонятно. Просто Kissel, они держатся на старом имидже. То есть, большие игроки уходят с рынка, и это очень плохо, конкуренции меньше. То есть, для меня конкуренция не то, что мы каким-то банками конкурировали, у нас уже, мне кажется, бизнес разный. Для меня конкуренция коммуникационная. Что, типа, за внимание человека в рекламном, в рекламном споте, с кем я буду конкурировать, за его внимание. Там это может быть водичка, все что. Мне интересно, когда что-то происходит. У нас сейчас интерес к проектов, каких-то взрывных, все меньше, меньше и меньше. Это я точно могу сказать. Мне нужно каждый раз доказывать, каждый раз говорить, типа, окей, я сделаю это пусть дешевле, еще как-то, но это будет выглядеть вот так, типа, ну, дайте мне шанс. И вот, если находится человек, который дает тебе шанс, он тебе открывает дальше дорогу. Ты снимаешь ролик, там, с какими-то, там, ну, за 2 миллиона, к примеру. И потом видят, типа, о, прикольно, здесь, там, какая-то художка появилась, одежда у них, о, прикольно, вот хочу так же. И ты, типа, снимаешь теперь за 2 миллиона. Потом тебе нужно перепрыгнуть, тебе нужно уговорить кого-то снять, там, за 6 миллионов, типа, ролик, и что все будет хорошо. Снимаешь его, там все хорошо, все красиво, теперь там появляются какие-то эффекты, какие-то, там, штуки 3D, там, камера прикольная вообще. Все такие, о, прикольно, давай снимать, типа, такие, вот. Ну, то есть, это каждый раз через усилия очень большие нужно пробиваться. Ну, это опять вопрос, наверное, опыта, да, ребята. А с количеством кейсов, наверное, да? Да, с количеством кейсов, и потом, ребята, тук-тук, ну, больше дать. Они же где-то о чем-то сталкивались, и поэтому... Да, да, да. Ну, вообще, с осмотренностью, как смотрят бэкстейджи, как студии смотрят бэкстейджи других людей, там, европейских, как они вообще это все дело снимают. И перед любой съемкой, ну, бриф приходит, и перед тем, как посчитать смету, желательно вообще с режиссером сесть и прикинуть, типа, как это можно снимать. То есть, с оператором, с режиссером, типа, какие есть варианты, как это можно поснимать. Вот, от этого, собственно, стоимость и складывается. Потому что либо это вертолет, либо это вот на скалу залезть. Нужно, там, к примеру, чем-то, там, владеть, например, ну, типа, техникой, какие-то активы такие свои созданы? Или это все, как бы, берется в аренду, в рентал? Вообще, это целесообразно или нет? Удобно? Не целесообразно, не нужно иметь, на самом деле. Ну, можно, можно что-то, какие-то основные вещи иметь, которые, например, постоянно используются. Не знаю, сейчас очень модно использовать Астеры. Не то, чтобы модно, удобно. Это, там, световые палки с очень классным диапазоном и, там, эффектный свет настраивать, там, классненько, красивенько. И вот, если, там, знаешь, что ты их постоянно используешь, где-то они, там, удобно, можно их купить, там, чуть-чуть больше экономить где-то. А что еще нужно в этой продакшн-компании? Например, хочет человек открыть такую продакшн-компанию, куда он должен вложить деньги? Ну, кроме того, чтобы собрать команду. Клиентов. Вложить деньги? Да, ну, как бизнес, да. То есть, что нужно купить ему, там, ну, то есть, чтобы чувствовать себя, там, например, конкурировать с вами, например. Ну, ему надо команду хорошую собрать. Да, я говорю, вот, кроме команды. Что-то еще? Там, офис, там, не знаю, какие-то автомобили, не знаю, там, что-то. Ну, точно нужен офис. Вот, тем более, ну, это так или иначе, как бы, креативная команда получается. И офис тоже должен быть какой-то, ну, приятный очень. Да, ну, типа, это точно. Давай начнем с базового. Сколько комиссия у продакшн-студии? Вот вы всю смету ставите, сколько, и сколько это? У нас 10, по-моему. 10 процентов? Да, да, там еще зависит от суммы. Там, если эта сумма большая, она там, значит, 4. Ну, или маленькая, тогда не 10, а больше, наверное. Нет, больше 10 не поднимем никогда. Даже если будет роль 2 миллиона? Да. Ну, по сути, как мне кажется, 10 процентов – это маленькая комиссия. Ну, вот, смотри. Я поэтому и говорю, что она маленькая. То есть, я говорю о том, что если бы, например, у вас не было бы вопросов, не заложено ли в этой смете все-таки что-то еще, а мне кажется, что комиссия 10, она маленькая, и поэтому, наверное, я бы еще что-то заложил, например, при таких рисках, например. Вот. Или же, ну, если только все инхаус, только, да, все сотрудники у тебя инхаус. Но если бы, например, была абсолютно действительно чистая смета, например. То есть, абсолютно прозрачная с этой стороны это условие, и тогда, например, с вашей стороны ты понимаешь, почему… Тогда вообще не вопрос, конечно. Ну, вот. Тогда можно работать. Это же вопрос, честно говоря, вот я в своей индустрии немножко за это топлю, потому что, например, вот если не брать там канал, у которых там вот эти установленные процедуры, а если брать, например, вот мы обсуждали там с одной компанией, которая делает там веб-сериал там и так далее. Я говорю, вы же частные ребята, по сути, и вы такие очень гибкие, вы производственники, вы же всеми этими вещами как заказчики, ну, не зашорены. Вы знаете, что стоит? Мы можем сделать такую смету в две стороны. Ну, то есть, вот я сделал состав сметы, ты мне говоришь, вот звукач стоит не столько-то, а столько. Я говорю, приведи этого звукача и поставь, забери эти деньги. Ну, мы заплатим этому звукачу, ты можешь его поменять. Если мы с тобой опять профессионалы, мы понимаем, что это звукач такого же уровня. То есть, я не говорю там, все равно, не-не, все этими деньгами распоряжаюсь. Ты мне говоришь, как заказчик, вот я там, условно, говорю, ему не 100 тысяч надо заплатить, а 80. Я говорю, приведи чувака за 80, да, мы будем, пускай он будет работать. Если он соответствует по уровню такой же, то все окей, не работает. Но я хочу, чтобы мне было 20% комиссии. Я считаю, что это вполне справедливо, и тогда вообще нет вопросов по вашей смете. Хоть что вы делаете. То есть, ну, если я свои 20% заработаю, ну, это вот в нашей, да, там, индустрии, то окей, потому что, ну, как бы, все остальное мы можем, как бы, делать. Это вот такая сейчас, вот такая, с двух сторон, да, это вопрос, ну, по большому счету, можно назвать такое недоверие, да, как бы. То есть, вы стараетесь, вы хорошо соглашаетесь на смете, но если что, вы стараетесь все равно по максимуму там отжать. Конечно, конечно. Это не то, что вопрос недоверия, на данный момент, это мы все равно, как бы, мы не там, ни друзья, ни родственники, мы все равно бизнес. В любой вещи, там, когда ты покупаешь яблоки, да, ты, грубо говоря, ты можешь поторговаться, понимаешь? Здесь то же самое происходит. Но если ты хорошо знаешь, ты же можешь сметь увидеть то, что дороже. Я говорю, настолько хорошо, что в Украине происходит, или в Казахстане, наверное, не могу сказать. Что, например? Ну, не знаю, там, я вижу, что они пишут просто, в общем, там, я не знаю, транспортные расходы. Ну, ты говоришь, а что столько много? Ну, нам столько нужно, ну, я не знаю. Ну, и очень часто, когда возникает вопрос, типа, может, поговорим по смете, да, пожалуйста, мы садимся и прям ее разбираем детально. Типа, что это вообще за транспортные расходы? Сколько это машин? То же самое делаем. Нам, в принципе, как бы на словах, то, что мы пока не идем, только что мы пока не сделали, не пошли пока к этим ребятам. И не спросили у тех ребят, сколько они по-настоящему берут. Это следующий шаг, если мы сделаем, наверное, мы точно все уже знаем. Но вопросы конкретно судим, конечно, мы задаем. Ну, есть другие ситуации. Например, локации не устраивают нас на 100%. Смотри, давайте расскажу вам, в чем основная проблема. В начале, за 15 дней до съемок, ты король. Чем ближе съемки, король студия. Объясню, почему. Вначале мы говорим, нам подходят только вот эти локации. Нам нужна вот такая идеальная локация. И люди ищут локацию. Да, высылают, высылают, высылают. И чем ближе становится момент, тебе говорят, вот нет больше локации, Дима. И ты должен, почему я за свои деньги, за компанию денег, должен идти на компромисс этот. Понимаешь? Но съемочный день есть, бюджет, часть оплачена. И в этот момент, как только мы начинаем приближаться к ближайшему съемок, студия начинает быть королем. Понимаешь? Потому что тебе просто частично, иногда, я не говорю, что всегда, вообще это редко бывает, но начинает тебя уронил уже отжимать. То есть, сначала такие, мы все сделаем, все. А потом трогаем, ну, нет у нас больше. Чем ближе становится момент, тем становится. Или же, если будет вон та квартира, которая на районе Мамушевы и того-то, мы в съемочный день, мы сколько завожили там? 14 дней. Мы не успеем, очень далеко между собой локация находится. Мы не успеем переехать. Давайте бы две смены. А две смены это... Ну да. Но нам же обещали локацию, которую я хочу, в эту сменту. Понимаешь? Это их задача найти в эти часы. Но уже начинается вот такая штука, понимаешь? И когда, и чем больше таких вещей происходит, которые ты идешь на компромисс, и ты хочешь за это какую-то сатисфакцию? Ты начинаешь, понимаешь? То есть, есть какой-то зазор, где невозможно прям все, обо всем договориться. И кто-то все друг другу... Типа вылазит, да, и те переработки. Что у тебя там еще 3-4 часа, все должны на площадке работать. Ну, там, договаривались на 10 часов, в итоге там в 15 это вылазит. Переработка, Леш, тоже смотрю. Как договориться со всей командой? Я тебе расскажу про переработку. Давайте я тебе объясню. Что такое смена в 40 часов? Да, бывает такое. Как это? Бывает. Просто они рассчитывают там, типа, 18 часов, например. Почему это не две смены? Потому что мы экономим. Как вы экономите? Объясните простым людям. Ну, чем 2 дня, типа, и один длинный день. Ну, на чем экономить? Оборудование. Режиссер, он получает не один гонор, он получает за 2 дня. Но он, если он 40 часов работает, то он же 2 дня работает? Нет, тогда за проект. Нет, ему меньше дают, тогда ему за проект дают. И он, типа, спокойно готов 40 часов с ним? Ну, неспокойно, они с ним как-то договариваются. Какая-то сумма ему. Ну, чуть-чуть больше дают там. Ну, может, легче все-таки, чтобы он поспал и на вторую смену вышел? Легче, ну, ты же бы 9 считаешь, Коля. Ну, уже понимаешь, все деньги же. Мы сейчас, когда мы говорим какие-то афемиальные вещи. Есть статья, есть статья режиссер, например. И, например, он видит, что вполне возможно, и так уже было, что он будет 40 часов снимать. Правильно? Да. Ну, например, я не знаю, там сколько там, 10 тысяч долларов, кроме режиссера там, да? И, например, вот если его статью брать, он говорит, хорошо, я 10 тысяч, но я вот, не знаю, там, поснимаю... Ну, 12-й мы дадут договориться с ним. А? 12-й дадут договориться. Не, ну, смотри, как вот, в частности, режиссер, он говорит, я вот, например, поснимаю там, 4 часов, посплю, встану, и еще за все это может 10 тысяч заплатить, да? Например, ну, может же такое быть, что он внутри смены, и лучше ему поспать, чем это, да? А остальные, как вот гонорары там тоже, то, что ты за смену платишь, люди как-то заходят и думают, что все-таки за 12 часов снимут, что ли? Ну, в смысле, почему так происходит? За счет чего экономия? Хотел тебе объяснить. Да, да. Смотри, на чем экономия? Ну, ты говоришь, если 40 часов, они не прекращаются с ним, то тогда экономия. Мы не будем 40 брать, нормальную часу, 40 не бывает такого. Я вот, блин, недавно мне рассказали. Рекламный проект, я не участвую в таком плане. Ну, хорошо, какое бывает, 30? Нет, максимально я буду 24 часа. Ну, 24 часа, почему не две смены, да? А, потому что сутки, типа? Да. Сутки на что, на технику? Ну, техника, локации, ему, там, и все равно меньше заплатят. Потом, в принципе, у тебя там 50 человек на площадке, и, ну, типа, они тоже важны. Да, конечно, это тоже сразу считают. У себя не знает, что, может быть, они зайдут, и это будет 24 часа. Конечно. Да, да, конечно. Это неправильно, но так бывает. Но смотри, переработки теперь почему могут быть? За что я готов платить? И это правильно. Смотри. Если в процессе съемочном я создаю эту проблему, долго согласовываю, агентство долго что-то мы там решаем, или агентство, и мы сидим, носу ковыряемся, там что-то не то просмотрели, общались между собой, там не так сняли, а потом говорю, ребят, что вы наснимали, давайте заново снимать. Это моя проблема. Если логистические проблемы, то, что они медленно перестали, а я знаю, как быстро перестали могут переставляться, ну, лучше, как компания. Если там какая-то у них логистика жопа, если там у них арт-департнг, я это вижу, потому что я много лет снимаю, если косячить арт-департнг, это не ко мне вопрос, ребят, вы заложились на вот эти часы? Профессионализм команды, продюсеры и так далее зависит от того, как я иногда на процессе съемочек говорю, ребят, а уже в это время можно же там это делать же. Ну, смотри, это тоже странно, потому что нормальная студия должна сделать тайминг. Вы этот тайминг тоже смотрите и согласовываете. Леш, ну, давай не будем говорить, нормально, ну, так у крупных студий очень крутых так получается, у тебя так получалось. Не, понятно, но я говорю, смотри, мы обсудили этот тайминг, ну, типа, мы понимаем, что вот здесь у нас час перестановки и прочее. Конечно, шутинг-план. Давайте стену перекрасим там, типа, и художники такие, ну, это 20 минут еще, и мы такие, ну, мы вылезем, ну, и типа, здесь, потом еще где-то там, и вот мы вылазим, клиент сам понимает, что вылазим, и там на час, на два, и он такой, окей, все, все, вопросов нет. Почему переработки дешевле платить за часы переработки, чем за целую смену, 24 часа? Например, хорошо, я по технике, по локации понял, по аренде. Почему дешевле заплатить человеку за переработку за каждый час? Потому что у нас, например, за переработку, это в итоге, если ты за 12 часов переработки заплатил, это дороже, чем вторая смена, например. Ну, это понятно, но обычно столько не платят, типа, вторая смена не нужна. Типа, обычно, ну, там, на два часа больше задержались, максимум, из-за какой-нибудь там проблем. Ну, на два часа он у нас даже не платит. Ну, а если вот, ну, 24 часа за переработку? Ну, так не бывает. Это, типа, очень плохо планировали тайминг, ну, типа, это вы так накосячили. Вы снимали 24 часа? Забыл, да, но там был, это был косяк в чем, короче. Это не студии был косяк. Мы снимали с Гульнара Сильбаева, помнишь, там, мы приглашали с Москвы людей, которые человека другим делали. И она долго была... Сложный грим? Очень сложно, он делал для точь-точь, московский, такой крутой очень чувак. Ее делали, короче, и мы не учли, ну, может, студия, я в детстве студии не буду обвинять. Со сложным гримом может всегда пойти что-то нет. Нет, нет, а у нее все было хорошо. Она просто устала, начала нервничать. И она сказала, я не просто умоюсь, мне надо поехать в номер, искупаться, и я потом приеду. Это непонятный вопрос, правильно? Не студия не виновата. Кто должен оплатить? Да, понимаешь? Ну, мы оплатили. Не, 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 не так было. Студия, во-первых, выстрела очень мало. Вот я сейчас еще скажу. Студии иногда, почему я всегда все равно с ним надо работать, торговаться? Потому что, допустим, украинские студии, они пытаются быть максимально лояльны клиенту, и даже когда там час-два, они тебе могут вообще об этом не сказать даже. Они перезакладывают, чтобы с клиентом у них было меньше этих... Опять перезакладываться в этой жизни. Чтобы меньше было, чем больше ты клиенту отказываешь, тем у тебя хуже с ним отношения. Да, я понимаю, я понимаю. Понимаешь? Ну, вот это вот все. Большое спасибо за то, что вы пришли. Мне кажется, был разносторонний и интересный разговор. Я надеюсь, вы еще придете. Надеюсь, вы еще придете на наш подкаст с Кисляковым или еще с кем-нибудь. Спасибо большое. Это был видеоблог серийный продюсер, наш VOOGIE подкаст. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok